Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка в описании под видео. На одном из форумов, когда мы с вами вместе работали, я у вас спросила, что вы записываете все время в блокнот. Вы тогда ответили, что идеи и выводы. Я рисуночки делаю, зарисовываю лица в зале. В общем, в тот раз был другой вариант ответа, поэтому хочу отсюда же и задать свой вопрос. Каковы в этот раз выводы? И давайте подведем итоги. Да, спасибо большое. Пора точно заканчивать. Я и в прошлый раз это говорил, потому что по известным законам через полтора-два часа внимание даже просвещённой аудитории коллег, оно всё равно рассеивается и становится скучно. Там погода, кстати, очень хорошая на улице. Намёк пони, Дмитрий Анатольевич. Значит, смотрите, уважаемые коллеги, уважаемые дамы и господа. Во-первых, мне было очень интересно слышать, как и большинству, наверное, надеюсь, в этом зале выступления моих коллег. Я хочу их искренне поблагодарить за те слова, которые были сказаны, очень важные и вдохновляющие даже по многим позициям. Спасибо. Это касается и вопросов применения инструментов международного права, способов защиты, и вопросов борьбы с санкциями, в том числе односторонними санкциями. Анализ, который коллеги надавали, и господин Фестус Мандеки, и Елена Фёдоровна Довгань, и уважаемый товарищ Оскар Мануэль Сильвера Мартинес. Это всё выстраданные позиции, выстраданные причём на собственной практике, потому что все присутствующие здесь занимаются этим экспрофессио, занимаются этим постоянно и ежедневно, что называется. Не могу сейчас не воспроизвести максимум, которую высказал Рейн Ауович Минерсон. Её можно просто было бы здесь в качестве заголовка повесить. Вот смотрите, какая прелесть. Наглость и безрассудство одной сверхдержавы нельзя блокировать международным правом. Но это на самом деле так. Мы с вами юристы. У нас не должно быть юридических иллюзий. Дело не только в том, чтобы возродить истинную ценность международного права, хотя я об этом говорил долго достаточно, от трибуны выступая. Всё-таки важно возродить сам дух сотрудничества, само желание договариваться. Ведь справедливо коллеги говорили, вот заключительный спич профессора Миллерсона, баланс сил, согласование воль, о котором, кстати, говорил профессор Тункин, это и есть основа международного права. Поэтому не может быть международного права одной страны, что нам сейчас пытаются навязать. Просто не может быть. Если нет согласования воль, нет международного права. Соединённые Штаты Америки в какой-то момент посчитали, что они выиграли холодную войну. Это было очень серьёзное заблуждение. Они её не выиграли. Более того, они в шаге от проигрыша. И вот это они должны осознать со всей значимостью стоящих сегодня проблем перед человечеством. Знаете, я довольно часто высказываюсь по разным проблемам и иногда слышу упрёки, что мои соображения выглядят или пессимистично, или даже апокалиптично. Я это делаю намеренно. Я просто хочу, чтобы все призадумались о том, что происходит в мире. А происходят совершенно беспрецедентные вещи. Я уж не говорю о том, что, как известно, пессимист – это хорошо информированный оптимист. Задача всех нас, юристов в том числе, заключается в том, чтобы донести общую обеспокоенность сложившейся ситуации. Она действительно очень непростая для нашего небольшого мира. Если мы сплотим свои усилия, в том числе и в области международного права, как и в области других отраслей, конечно, не менее значимых, может быть, мы сделаем наш мир более сбалансированным. А именно такой баланс нам и нужен.